Разделка цыпленка на филе, не разрезая кожи. Друзья, хотите научиться готовить вот такое вот куриное филе, без единой косточки и без единого разреза? Тогда смотрите этот подробный рецепт. Действуем почти по такому же принципу, как разделка на чистое филе для рулетов. Для начала путем надреза отсоединяем основание окорочков от основной части каркаса скелета. Далее, как показано на видео, делаем продольный разрез вдоль кости и грудки. Но не задевая кожи, да, соответственно. Спускаемся вниз, так же поступаем со второй стороной. Так же подрезаем и ножом ведя спускаемся вниз. Вот посмотрите. И подтягивая кожу кверху, постепенно подрезаем мясо от основной части каркаса скелета. Далее, перевернув курицу вверх ногами, оттягивая мясо и кожу окорочков на себя, плавно подрезая ножом спускаемся к шейной части каркаса скелета. Вот потихоньку освобождаем полностью скелет. Никуда не стоит спешить. Плавно подрезаем мясо, освобождая каркас скелета до того момента, пока не подберемся к основаниям крылышек. Итак, когда мы добрались до крылышек, нам необходимо найти соединительный хряч. Вот он, видите, белеет. Так мы подрезаем с обеих сторон. И теперь плавно, даже без ножа, вытягиваем каркас скелета на себя. Вот он спокойно отошел. Вот посмотрите, какая красавица у нас получила. И, в принципе, тут можно уже и остановиться, и начать курицу готовить. Но мы же решили разделать ее на чистое филе без единой косточки. Итак, по тому же принципу освобождаем ножку курицы от кости. Обрезаем по кружности соединительный хряч, голени и бедра. Вот, и когда хрящик уже обрезан, остается только, в принципе, вытянуть косточку на себя. И обрубить ее у самого основания. Можно отрезать кожу, но, чтобы курочка была красивая, мы обрубим косточку, оставив только копытце. Это позволит нам при фаршировании курицы сохранить начинку, и она не будет вываливаться через эти отверстия. Со второй ногой поступаем так же. Крылья освобождаем по тому же принципу. Обрезаем хрящ по кругу. Вот, здесь, в принципе, крыло мы обрезаем уже по коже. У нее отверстие будет небольшое, начинка через него, в принципе, не вывалится. Со вторым крылом поступаем аналогичным образом. Итак, вот наше филе готово, осталось его только приготовить. А вы пишите в комментариях, каким же образом приготовить, фаршировать или обжарить. Продолжение следует...